Красивый итог подвели в Нижнем Новгороде. Масштабные кастинги и строгий отбор жюри позволили определить самых-самых жительниц региона. 12 финалистов конкурса красоты «Мисс Нижний Новгород» встретились в решающей битве за титул на сцене театра комедии. Еще до выхода на суд публики экспертов девушки на словах и по отношению друг к другу смотрятся не как соперницы, а как настоящая команда. Хотя у каждой красавицы, естественно, есть свои козыри, которыми они будут покорять жюри. Честно, я хочу победить. Кто же не хочет победить? Ну а все остальное, все, что мы могли сделать, мы сделаем и сегодня вам покажем, а дальше решение за жюри. Финал главного Нижегородского конкурса красоты – это грандиозное шоу. Удивлять должны были не только сами девушки, но и спецэффекты. К этому вопросу организаторы конкурса подошли основательно. Впервые на сцене применили уникальное световое оборудование. Красавицы в платьях на глазах зрителей, как по взмаху волшебной палочки, обнажались до нижнего белья. Все эти удивительные эффекты – работа уникального светового оборудования. Его настраивали не один день. Чтобы получилось зрелищное шоу, были приглашены специалисты с «Туманного Альбиона». Именно англичане отвечали за техническую составляющую настройки программы «Игры света». Чтобы шоу было впечатляющим, применяются сложные технологии. В данном случае мы проецируем, сканируем и синхронизируем изображения в пространстве. Другими словами, с помощью камер, прожекторов и датчиков можно наложить условные изображения на что угодно. Эффект получается интересный. Такое применяется в масштабных мировых шоу. Если сами финалистки знали, что и как происходит на сцене, то вот обычный зритель так и остался в приятном шоке. Вспоминается, у нас в школе ходили легенды про фотоаппарат с красной пленкой. Когда сфотографируешь, и девушки остаются без верхней одежды. Понравилось. А организация именно, вот эти спецэффекты, все это так здорово. Среди почетных зрителей на финале конкурса и глава региона Валерий Шанцев. Все, что мы делаем, мы мужчины, все это делаем под влиянием женщин. И кто бы что ни говорил, кто бы что ни врал вам. На самом деле это происходит так. Позади долгие месяцы подготовки. Титул самой красивой Нижегородки получит самое достойное, уверяют организаторы. Часто говорят, конкурс красоты это такое, оно платное занятие, когда побеждает больше денег. У нас же не так все. Не, у нас не так. У нас конкурс проходит ежегодно при поддержке огромного количества людей. И это просто невозможно. Никогда до последнего не знаем, кто победит. Потому что мы приходим и полчаса с жюри разговариваем. И они абсолютно, их мнение делится. Мы порой ругаемся, еще что-то. Потому что у нас тоже есть свои задачи. Нам нужно, чтобы победительница поехала на Красу России. Достойно представила Нижегородскую область. Перед окончательным решением экспертов особые звания получили все финалистки. Отметили и организаторов. Директору бюро «Мисс Нижний Новгород» Екатерине Чудаковой вручили орден красоты. Его изготовили нижегородские ювелиры. Такая награда имеется только у нее и у главного организатора конкурса «Краса России» Татьяны Андреевой. В этом году традиционный конкурс красоты в Нижнем Новгороде порадовал новшествами не только в части спецэффектов, но и в номинациях. А именно победительниц стало две. Новый титул «Краса Нижнего Новгорода» достался 22-летней Евгении Парфеновой. Звание «Мисс Нижний Новгород» в этом году с гордостью будет носить 20-летняя студентка Нижегородского института управления Екатерина Егорова. Ее кандидатуру жюри одобрила единогласно. Эмоции переполняют. Я очень долго ждала этого дня, очень долго к нему готовилась. И, наконец, я к этому пришла. Сквозь долгую работу над собой. Я очень рада этому, я очень счастлива. Я довольна собой. Не верю. Не верю своему счастью, не верю, что я все-таки смогла достойно выступить в Нижнем Новгороде. Это часть моей жизни, и мне действительно приятно находиться на сцене, быть на сцене. Приятно заниматься собой, заниматься своим развитием. Я счастлива. Обе победительницы будут представлять Нижегородскую область на федеральном конкурсе «Краса России» и бороться за звание самой красивой девушки нашей страны. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...